всем привет и добро пожаловать в ваш видео счет гласно за неделю номер 19 2023 мы стали сами свидетелями огромного притока спроса на блочное пространство для биткоина что вызвало большие заторы в сети а также как следствие подняла комиссии на достаточно высокие уровни мы с вами стали свидетелями того что в некоторых блоках суммарная комиссия стала более чем шесть с половиной биткоинов и это стало очень-очень значительным увеличением спроса все это стало следствием использования так называемых подписей биткоинах а также токенов берд c20 новых концептов которые через какое-то время возможно исчезнут а может быть и останутся и сегодня мы с вами погрузимся в эти данные а также изучим некоторые показатели которые нам помогут в этом разобраться и так затраты и комиссии это одна из тех тем которая постоянно вызывала дебаты так как с одной стороны у нас есть система безопасности биткоина которая в конечном итоге трансформируется в модель содержащую только комиссии с другой стороны bitcoin движется на управление того чтобы стать глобальной резервной системы и мы из-за этого можем ожидать рост комиссий при этом рост комиссии может означать то что транзакции будут более дорогими что в общем может приводить к тому что люди будут двигаться в направлении лайтнинга отдавая ей предпочтение и поэтому такие поощрения будут иметь место но при этом они будут длиться годами по мере того как сеть лайтнинг будет развиваться и взрослеть но что мы с вами сделаем сегодня так это мы посмотрим на то что у нас происходит здесь и сейчас и в основном все это вызвано bitcoin ординал и так называемыми подписями и если вы не знаете что такое то вы можете посмотреть наш выпуск ссылка на который будет в описании и теория ординал заключается в том что данный протокол находится над биткоином а сам bitcoin не знает ничего о сатоши все что он видит это выхода неиспользованных транзакций и объемы перемещаемых биткоинов и очевидно что адреса и сами блоки а теория ординалс по сути является надстройкой протокола и передающий серийный номер каждого сатоши так что определенно эти подписи попадают в блокчейн а также привязывают эти подписи к конкретному сатоши то есть это все является внешним протоколом для биткоина о котором биткоин сам не знает что все это является связка между индивидуальным сатоши и существующий к нему подписи поэтому это довольно интересный эксперимент который сейчас происходит сейчас об этом идут большие дебаты обсуждения относительно того что происходит поэтому мы с вами посмотрим более подробно на это видное событие через линзу он чейн и мы будем использовать серию дешбордов которые мы сейчас выпустили это очень важно и вот почему вы будете их использовать сами чтобы понять разницу между он чейн активностью а также конкретным концептом который мы называем полезная нагрузка так как в данном случае у нас нет так называемых объемов в этом случае объем btc не передается несмотря на то что количество транзакций достигло исторического максимума и мы изучим это расхождение в любом случае мы с этого начнем и как всегда пожалуйста поставьте под видео лайк поделитесь им и давайте начнем итак первый дашборд с которого мы начнем со всеми доступными предварительными настройками внутри нашей студии и первой на которой мы с вами посмотрим это набор utx o в котором вы найдете все категории активности он чейн активности для биткоина и так набор utx o это действительно крутой дашборд который доступен для всех категории наших подписок включая бесплатный и что он показывает а он показывает внутренний скелет систему utx o это система учета который использует биткоин это базовый строительный инструмент буквально всех показателей которые мы создаем используем в он чейн аналитики и первое на что посмотрим это количество utx o которое создано в зеленом потрачено красным и общее количество синим и что вы здесь можете видеть а давайте-ка мы увеличим и перейдем на двухлетний таймфрейм и вы здесь видите что количество уничтоженных она на самом деле довольно горизонтальная и находится на обычном уровне но созданное количество и tx o абсолютно рвется вверх так что определенно синие будучи общим количеством созданы плюс уничтоженные а то что количество в наборе и tx o созданных в сети bitcoin имеет взрывной рост невероятный рост и мы наблюдаем огромную активность в результате которая растет большое количество и tx o и для тех кто не знаком с термином utx o вы можете найти ссылку в описании на наше видео в котором мы проводим аналогию и объясняем этот термин сравнивая его золотой монетой что является очень очень хорошей аналогией и применяя очень хорошую методологию что значит и чем на самом деле является эта странная аббревиатура и здесь мы с вами смотрим на 30-дневное значение она растет в количестве tx o и вы видите что это второй по размеру всплеск за всю историю у нас был аналогичный в 2017 в котором многие показатели которые мы сегодня посмотрим совпадали а также в 2015 он был тоже очень большим но действительно сейчас происходит это второй по размеру самый большой всплеск за все время что мы видели то есть это очень большой приток спроса я также упоминал самом начале так называемый концепт который называется он чейн активность то есть насколько жива сеть биткоина сколько транзакций происходит в ней сколько блоков и насколько они заполнены сейчас же я вам расскажу о концепте полезной нагрузки если у вас есть активный адрес с которого вы отправляете 15 центов в биткоине это как бы менее значительно с любых точек зрения нежели адрес отправляющий тысячу биткоинов то есть объем это так называемая полезная нагрузка или вес которую содержит эти xo так как одна единственная xo может содержать миллиарды в биткоинах или всего лишь 10 центов в биткоине или даже оба то есть мы будем смотреть на этот объем и здесь мы с вами видим общий объем транзакций выражены в биткоинах и вы видите что мы тут наблюдаем едва ли заметный всплеск и одновременно имея прирост количеству youtube xo в результате мы наблюдаем также и рост транзакций стремящихся к верху при этом количество перемещаемого объема остается на исторических минимумах то есть внутри этих ведь xo находится не так много и процент от общего количества обращения в биткоина мы также видим очень маленький маленький процент объема внутри сети движутся всего лишь несколько монет и переходя к следующему дешборду и на самом деле он является гораздо более важным на который в настоящий момент следует обратить внимание здесь есть набор множество хороших инструментов которые помогут ответить на множество наших вопросов и на него мы посмотрим с двух точек зрения активность без полезной нагрузки активные адреса количество транзакций и так далее а также мы посмотрим с точки зрения полезной нагрузки какой вес перемещают эти транзакции с точки зрения объемной стороны уравнения но что здесь очень интересно посмотрите это активные адреса и сейчас я переключусь на пятилетний таймфрейм и вы видите что количество активных адресов на самом деле сокращается то есть несмотря на наличие большого количества и xo мы на самом деле видим что количество адресов активных настоящий момент сильно падает и это достаточно странный феномен и если мы с вами посмотрим на импульс количество новых адресов и сравним его с месячным скользящим среднем выраженный розовым против годового уровня выраженного синим то вы увидите что мы как бы вернулись к годовому уровню у нас даже территория негативного импульса которая значительно падает вниз и во многих случаях вы бы сказали что это не лучшая картина которую мы хотели увидеть это не так позитивно как хороший здоровый рост вверх при этом мы также видим сокращение количества активных адресов и аналогично с графиком и tx о количество адресов с ненулевым балансом также идет вверх то есть что мы с вами видим это количество активностей создающих значительное количество новых и tx о и новых адресов но с точки зрения активности и количество адресов которые участвуют во всем этом все это было вызвано фактом того что существуют эти новые токены bc20 и мы об этом поговорим более подробно в течение этой сессии но буквально люди используют одни и те же адреса и они не используют множество адресов и это действительно интересный феномен где-то от 60 до 70 процентов всех этих транзакций используют одни и те же адреса и на самом деле обычно программное обеспечение кошельков так не поступает мы знаем что программные кошельки создают новые адреса для каждой новой транзакции это очень отличается от блокчейнов основанных на учетной записи таких как эфира или салана использующих один адрес который является как бы вашей учеткой а адреса биткоинов на самом деле одноразовые которые люди редко используют повторно и вам не следует так делать для конфиденциальности и безопасности так что это как бы интересный феномен и возможно это говорит о том что знаете что люди которые транзакции эти делают или большая группа этих людей перемещающих токены bc20 имеют мышление более похожие на пользователи эфира или соланы используя одни и те же адреса что на самом деле то что делать не следует определенно с точки зрения безопасности стабильности и конфиденциальности и так что мы видим вследствие этого это действительно важно когда мы смотрим на показатели здесь мы видим относительную активность больших и крупных участников так что этот инструмент был создан для отслеживания больших участников отображенных красным мелких участников синим и сравнение перемещаемого объема с медианы и среднем среднее значение обычно взвешивается и приближено больше к значению китов так что это красная кривая обычно движется когда движутся киты но также мы посмотрим на более доминирующий розничными клиентами рынок который стремится ближе к медиане так как значение обычно меньше здесь гораздо больше креветок в сравнении с китами но заметьте что они оба падают вниз буквально как с утеса а все потому что данные транзакции в этом перемещении имеют такую маленькую полезную нагрузку обычно в подписях мы видим где-то 10000 сатоши и хоть их и очень много они перемещают очень маленькое количество биткоинов и вот почему мы попробуем с вами разобраться в чем тут дела теперь мы с вами приходим на территорию транзакций и количество транзакций рвется вверх к историческому максимуму 440 тысяч транзакций в день оставляя за собой пик 2017 в облаке пыли и это настолько много это самое большое количество транзакций которые мы наблюдаем и мы также видим что каждый блок содержит более 4000 транзакций невероятный скачок транзакций и это нам действительно говорит о том что блоки заполнены огромным количеством очень маленьких транзакций с точки зрения несущей информации по сути неся огромное количество комиссии в очень ограниченном блоковом пространстве и все эти транзакции платят экстраординарное количество комиссии даже в сравнении с более крупными массивными транзакциями то есть это все маленькие bc20 транзакции связанные с подписями но если мы с вами посмотрим с точки зрения импульса и это хороший способ потому что он более приземленный если просто смотреть на количество транзакций о да она растет это хорошо я не знаю поэтому мы можем использовать инструмент импульсный который опять же показывает месячные значения по сравнению с годовым чтобы все можно было сравнить и с точки зрения импульса вы видите насколько все очень сильно выросла здесь мы видим накопление активностей при этом btc не перемещаются когда создаются множество юите xo используя при этом небольшое количество адресов в общем это даже смешная проблема и честно говоря такого мы раньше никогда не видели это уникальная ситуация для биткоина но это одни из вещей которые необходимы для того чтобы понять происходящие механики и интерпретировать их правильно теперь мы с вами переходим на территорию объемов до этого мы с вами посмотрели вопрос дэшборда и txo но вот мы здесь а объемы у нас как бы и не выросли буквально подтверждая все что мы с вами видели до этого у нас здесь с вами два показателя первое это импульс передаваемого объема и он показывает скорректированные изменения и важно понимать что это очень сильно раздутый объем в большей степени вызванный к сожалению недолжным поведением юрлиц ftx и аламеда так что этот показатель все еще восстанавливается хоть годовой уровень все еще на высоте из-за всех этих раздутых объемов здесь вы видите что объемы буквально рухнули когда в этот конкретный день данная лицо перестала осуществлять транзакции так что мы находимся в процессе восстановления данного графика и на проведенном к участникам графики мы видим что объемы начали расти но мы все еще не преодолели средний уровень за год так что мы еще не достигли этого уровня с точки зрения объемов транзакций и также мы видим очень похожую картину на объемах принадлежащий биржам это притоки и оттоки с бирж и обычно это означает что у монеты меняются хозяин люди покупают продают бежит для этого и созданы у нас здесь был небольшой скачок мы преодолели годовой уровень но мы еще на нем не закрепились увидели это несколько раз ранее это кое-что о чем следует помнить у нас есть активность у нас есть распространение но она не несет значительный объем а это как бы все еще ждем и это может кончиться не очень хорошо если все это кругом одновременно будет работать теперь мы переходим к участникам которые поимели потрясающую неделю я имею ввиду майнеров общий объем комиссии за транзакции то есть эти значения кричаще большие 625 биткоинов комиссий ежедневно происходит сейчас невероятно помните какое вознаграждение за блок 625 а это лишь значение среднее за день 625 или 630 биткоинов в день это просто невероятно с точки зрения уплачиваемой комиссии и действительно вы видите что это произошло буквально за одну ночь настоящий взрыв произошел буквально ночью среднее и медианное значение комиссии взлетели вверх мы видим что среднее значение комиссии оплачиваем за транзакцию взлетела вверх и если на это посмотреть с точки зрения z показателя для тех кто в курсе z показатель это инструмент в котором мы используем нормализацию то что вы видите в поведении происходящим в 2013 отличается от того что происходит сейчас и как мы это нормализуем от цикла к циклу и здесь приходит на помощь z показатель он нам говорит насколько мы далеко отклоняемся от среднего и вопрос лишь в том что представляет собой средний о чем мы говорим потому что мы можем брать четырехлетняя средняя двухлетняя средняя историческая средняя и здесь мы с вами можем использовать все и на самом деле вот здесь сверху это лента z показателя комиссии которая использует 1 2 3 и четырехлетнее значение для сегодняшнего видео это немножко запутано и к этому вопросу вернусь позже в следующих видео поэтому сосредоточимся на этих двух и причина почему только эти два потому что они нам реально могут помочь понять почему важны именно эти показатели 1 это z показатель двухлетней прибыли майнеров здесь мы с вами посмотрим как много зарабатывают майнеры на комиссиях выглядит здорово и это уже на самом деле как бы средняя так как она уже содержит вознаграждение за блок который уменьшится после холвинга и мы сравним эти комиссии с конкретной ситуации на рынке и почему я взял двухлетние двухлетние если мы давайте просто то есть ну знаете конец медвежьего рынка давайте просто представим что мы в конце медвежьего рынка поэтому последние два года будут представлять медвежий рынок и что же мы с вами посмотрим покажите мне когда поведение медвежьего рынка уже больше не похоже на поведение медвежьего рынка и тогда мы получим с вами эти очень болезненные движения мы как бы выйдем из этого режима и два года нам здесь помогут. Конечно, у нас могут быть и фальшивые сигналы, как, например, в 2019. Но все равно это было все еще мощное ралли. Но это в сравнении с двумя последними годами, представляющими определенный медвежий рынок. Так что покажите мне, когда комиссии начнут отличаться от последних двух лет. В четыре же года будут определенно представлять классический цикл биткоина с халвингом. Покажите мне немножко быков и покажите мне немного медведей. А теперь покажите мне, где мы статистически выше этого среднего. Так что средний это то значение, которое будет у нас в результате этого двухлетнего и четырехлетнего варианта. Они оба полезны, чтобы помочь нам решить нашу задачу. И в данном случае мы видим, что двухлетняя крит чаще выше, а четырехлетняя также начинает стремиться выше, заходя на территорию быков. Так что количество комиссии, которое было уплачено, экстраординарно. Оно очень важно и оно очень-очень большое. Говорит ли нам это о каком-то образовании импульса или это всего лишь треск на сковородке? Это то, что нам предстоит увидеть. В любом случае это довольно значительное и стоящее событие для наблюдения, происходящее в данный момент времени. Теперь помещая это немного в перспективу. Этот конкретный график, хоть и является довольно простой моделью, показывает нам среднее значение комиссии, которую мы платим в блоке. Так что каждый добытый блок, какой объем комиссии за перемещаемые биткоины в себе содержит. Я также использую и этот рабочий стол, использующий функцию умного округления. Вот здесь перед вами формула, которая конвертирует сатоши в значение биткоина, чтобы определить комиссию за блок. Вы видите, что в ранние годы у нас было 15 биткоинов за блок. Затем в первый хаувинг она упала до 25, затем до 12,5, а сейчас она 6,25. И менее чем через год она станет 3,125. Таким образом, это формула, показывающая вознаграждение за блок в сатоши. И оранжевым здесь у нас представлено среднее значение комиссии за блок. Агрегировано, сколько комиссий содержится в блоке. Так что определенно, когда оранжевая стреляет выше синей линии, это показывает то, что майнерам платят больше комиссий, чем непосредственно комиссия за сам блок. И мы также видим, что 1, 2, 3, в 2017, 4 и где мы сейчас с вами, это всего лишь пятый раз за всю историю, когда мы с вами будем наблюдать период времени, которые комиссии внутри блока превышают само вознаграждение за блок. И хоть это и невероятно впечатляющее, вот о чем нужно помнить. Первое, то, что это происходит, является выдающимся моментом. Это значительно. И если это превратится в тренд, это действительно закрепится, мы как бы видим, что это является новой реальностью, то многие вопросы беспокойства о безопасности бюджетов на самом деле исчезнут. Сложно с этим поспорить, когда комиссии за блок превышают вознаграждение за блок. Второй вывод отсюда такой. Это происходило всего лишь 1, 2, 3, 4, 5 раз. И впред последний, четвертый раз. Эта ситуация не закрепилась. Она не закрепилась ни в тот раз, ни в этот, ни в этот. Так что исторически мы не наблюдали с вами ситуацию, когда эти высокие комиссии продолжались долгое время. Но это не значит, что у нас не образуется режим высоких комиссий, если бы эти события не происходили. Но это также значит, что, говоря обычно, мы видим, что образуется приток спроса, а затем все постепенно успокаивается. Так что, говоря о нахождении в таких экстраординарных периодах времени, большая вероятность, что это все утихнет. И в течение периода следующих месяцев, скажем, 6, может быть, года, мы, вероятно, сможем сказать, хватит ли сил устояться у данного тренда. И последняя тема, которую я хочу обсудить с вами. Этот дашборд ординанс и подписей. И конкретно этот пытается разобраться. Окей, мы определили, что у нас кругом происходит значительная активность, при этом используется не так много адресов, а также перемещается не так много биткоинов. Но при этом создается огромное количество UTXO, огромное количество транзакций и большие комиссии. И если мы с вами посмотрим на подписи, то количество образованных новых, оранжевым представлены JPEG. И ранее, в предыдущие разы, они также доминировали. Весь экран был в оранжевом, если мы посмотрим на первый момент их образования, когда подписи были запущены. И посмотрите на все эти текстовые файлы. Все эти токены BRC20, на самом деле текстовые подписи. И мы видим, что они определенно доминируют. Мы даже все эти JPEG даже не видим, потому что эти уровни комиссий, они просто не сопоставимы с тем, что было у подписей. Они слишком большие для отображения. И хоть текстовые подписи имеют гораздо меньшие значения с точки зрения данных, они содержат гораздо большее значение комиссий. И вы видите, что даже более 400 тысяч, о, простите, 4.5 миллиона общего количества подписей, представленных синим, начинает постепенно увеличиваться. Вы видите, что текстовые подписи постепенно начинают расти. С точки зрения общего количества объема, текстовые подписи составляют 387 миллиона, из общего количества 4,5. Таким образом, тексты преодолели JPEG с точки зрения первичных типов подписей. И это искренне экстраординарно. Все эти подписи сейчас составляют 9,5 гигабайта блокчейна биткоина с момента запуска самого протокола. И если мы с вами перейдем на учет количества транзакций, аналогичный график с количеством транзакций, мы видим, что все они доминируют в более 50% по всем перемещениям, которые происходят в сети биткоина. Это экстраординарный рост. И еще раз, нам предстоит еще только узнать, это надолго и сможет ли закрепиться или... или это всего лишь треск в сковородке. Мы также можем посмотреть на средний размер транзакции. Он также подскочил вверх, когда были все эти JPEG. Все эти подписи с JPEG-ами, что логично. А теперь он значительно упал, когда образовались вот эти все текстовые файлы. И это прежде всего из-за того, что данные, которые перемещаются такие маленькие, мы можем больше их поместить в блок. Майнеры их могут поместить больше в блок. Так что средний размер транзакции буквально упал с обрыва. Мы видим, что находимся сейчас на многолетнем минимуме. Это также говорит, что блок экстремально плотный. Он полон очень маленьких с очень большими комиссиями, транзакциями, что еще раз же говорит о серьезном хайпе, который сейчас происходит. И последняя тема, которую я хотел бы с вами обсудить, и на которой мы переключаемся, это комиссии за транзакции. Посмотрите, здесь комиссии за транзакции с точки зрения общего объема, которые включают все подписи с момента образования протокола, составлял 653 биткоина. И посмотрите, мы остановились на отметке в 200, всего лишь две недели назад. Посмотрите, насколько сильно выросли комиссии 400 с лишним, представляющих две трети от всего объема комиссии, которые были уплачены за эти текстовые подписи, большинство из которых произошло на прошлых неделях. Поистине экстраординарная ситуация. И действительно, у майнеров сейчас замечательные времена. И хоть они не удвоили свои прибыли, но они сильно приблизились к этому значению. Остается лишь увидеть со временем это на постоянку, или это лишь щелчок в сковородке. Так что, друзья, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам материал понравился. И с точки зрения анализа ончейн активности, в дальнейшем я их буду разделять на те, на количество транзакций без полезной нагрузки, а также UTXO, а также на те, которые содержат объем. Также вы можете сюда добавить реализованный объем. Мы часто говорим о реализованных прибылях и убытках, что сможет показать нам, переносит что-то транзакция значительный объем или нет. И если нет, то это нам как бы поможет определить нестандартным взглядом на то, что мы делали раньше. И видя в бычьих рынках высокие комиссии, каков объем передается. И в настоящий момент множество из этого у нас есть, за исключением только объема. Мы не наблюдаем значительный объем активности на биржах, у нас нет активного перемещения монет, и все это в основном было вызвано данными подписями. Поэтому на всю эту ситуацию нам следует посмотреть сквозь линзы динамики. Все это не так однозначно, как может показаться на первый взгляд, но надеюсь, что немножечко вводной информации для размышления я вам смог сегодня предоставить. Еще раз спасибо за просмотр, если у вас есть любые вопросы, пишите в комментарии, и увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!